Шокирующая новость легла на ленту информационных агентств. Только в 2022 году Почта России получила рекордный убыток – 30 миллиардов рублей. Причем общий накопленный долг составил вообще какие-то запредельные 133 миллиарда. К тому же за достижение выдается тот факт, что на данный момент долг все же удалось сократить на 3 ярда и избежать дефолта, договорившись с кредиторами о реструктуризации. Об этом сообщил гендиректор компании Михаил Волков на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. А ведь еще памятен скандал 2016 года, когда выяснилось, что двумя годами ранее гендиректор Почты России Дмитрий Страшнов получил премию за 2014 в размере более 95 миллионов рублей. Как обычно, при том, что и тогда, и сейчас сама организация обычным почтальонам-операторам в отделениях и другим своим сотрудникам зарплаты, чтобы с одной получки на ауру схватило, не обещает. Даже более того, сегодня Почта России испытывает весьма себе серьезный кадровый голод, потому что банально не может конкурировать на рынке труда. К слову, нельзя не добавить и еще одну немаловажную деталь. Новый руководитель, кто возглавил Почту России в январе 2023 года, к тому же рассказал, что проведенный аудит организации выявил большое количество отделений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. И теперь, внимание, это тоже от души. По оценкам компании потребуется еще около 140 миллиардов рублей, чтобы их отремонтировать и модернизировать. Короче, казалось бы, Почту России можно смело переименовывать в денежную черную дыру и идти в Нобелевский комитет за премией. Ближе черных дыр к нашей Солнечной системе все равно меньше, чем в тысячи световых лет. Все равно ведь нет. Однако было бы все так просто. Ужасные подробности, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов. Я автор канала «Не конец истории». Из хороших новостей по рассказам друзей, даже ведущие популярные ток-шоу уже иногда так и говорят – это не конец истории. Из не очень хороших после отмены монетизации на Ютубе в России, особенно когда недавно нам еще и просмотры прикрутили, проект держится на честном слове и без вашей помощи, очевидно, никак. А между тем, несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей, мне, чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей, приходится их перебирать, находить то, о чем еще можно говорить, команде собирать ролик, рисовать обложку и так далее. Казалось бы, простое занятие, но это только так кажется. Поэтому мы очень надеемся, ведь вас много на вашу помощь. Номер карты и другие способы перевода вы найдете в описании к этому ролику. Не бросайте нас, ведь это не конец истории. Итак, 2022 год стал, не побоюсь этого слова, катастрофическим для почты, заявил на днях новый глава организации, заступивший на должность в 2023-м и продолжил. Почта получила рекордный убыток, а также еще есть 133 миллиарда накопленного долга, при этом большая часть этой суммы не имеет источников возврата и погашения. Как говорится, картина Репина приплыли. Однако не спешите ругать организацию, хотя там есть масса поводов для критики. Проблема ведь именно в том, что почта – это не коммерческая структура. Поэтому, например, в Штатах, об этом еще ругался Дональд Трамп, аналог нашей почты тоже купается в долгах, а не в прибыли. И более того, американскую службу доставки посылок натурально разоряет тот самый известный интернет-магазин Amazon, удачно подсевший на хвост налогоплательщикам США. Кроме того, помимо долгов у Почты России, во-первых, есть куча объектов недвижимости, но, что самое главное, компания несет очень даже социальную нагрузку, которую ни одна коммерческая контора просто не потянет. Ибо для понимания, в деревнях и отдаленных населенных пунктах ничего, кроме почты, часто нет или почти нет. А работать надо. Людям нужны эти отделения, даже если они глубоко убыточны. Но, уточним, на днях Совет директоров Почты России проголосовал против выплаты бонусов руководству компании по итогам 2022 года. Мелочь, конечно, но хотя бы, чтобы народ не злить. В общем, в очередной раз мы сталкиваемся с последствиями дикого капитализма святых 90-х. И это точно не конец истории.